Промышленный туризм за рубежом на самом деле очень развит. Вот кто был в Чехии, вспомните, все, наверное, без исключения съездили на пивоварни. В чистом виде это промышленный туризм. То есть человек приходит на действующее предприятие, смотрит, да, в дополнение к этому обычно еще какой-то замок посещения, и плюс обязательно, скажем так, вот тот торговый туризм, то есть его дальше приводят в магазин, но он там закупается. Турция, шубы возят, и так далее. Можно представить очень много примеров, страны, которые вроде как бы маленькие, но они вот этот промышленный туризм очень хорошо встроили во все остальные виды туризма. В исторический, в культурный, в досуговый, в рекреационный и так далее, и так далее, и так далее. Во Франции, пожалуйста, посещение приливных электростанций. Сотни тысяч туристов в год, которые ее посещают, заплатили за это деньги. Да, заплатили за это деньги. У нас уникальные в регионе, больше такого нигде нету, три электростанции, пожалуйста. Но здесь встает вопрос. Режимные, опять же, предприятия. Режимные предприятия, да. То есть обеспечение безопасности туристов, в первую очередь. А так, очень много у нас объектов, куда можно было бы. Нытва, пожалуйста, можно военно-исторический, плюс патриотический, плюс там еще какие-то моменты, это каски, которые единственный завод, да, на всю советскую армию делал, плюс современное производство. Та же Невитинская посуда, малюрованная, с абсолютно уникальной пермской росписью.